Магия оружия В эфире Магия оружия и я Джим Скоттон. Помните, в детстве мы делали это с пистонными пистолетами, когда играли в ковбоев? Теперь игра в ковбоев стала одним из видов стрелкового спорта, быстро набирающего популярность. В Калифорнии ежегодно проходят ковбойские игры под названием «Конец тропы». Но, как мы обнаружили два года назад, игра становится все более реалистичной. Палаточный городок в Норко, Калифорния, врастает уже в 16-й раз. Но никогда еще здесь не было столько палаток, ковбоев, огромных стетсонов и стрелков. Праздник «Конец тропы» превратился в нечто большее, чем просто стрелковые состязания. Зарегистрированных участников уже более 500. Теперь это крупное шоу «Дикий Запад». Да, это так. Мероприятие стало самым большим фестивалем, посвященным Дикому Западу, по эту сторону Миссисипи. Интересно, что оригинальный стрелковый турнир зажил собственной жизнью. Люди хотят сюда приезжать. А раз кругом одни ковбои, то кто-то предложил привезти лошадей. Потом кто-то привез дилежанс. Появились предметы быта того периода, пришли кузнецы, и сами видите, что получилось. 16 гектаров развлечения в духе Старого Запада. История восстанавливается очень тщательно, благодаря торговцам, которые предлагают все. От одежды до шпор и кабур. Им можно точно воспроизвести любой персонаж конца 19 века. Дамы могут стать добропорядочными леди в пышных кружевах или менее респектабельными певичками из салуна. А мужчины берут себе псевдоним, и все выходные живут жизнью хорошего или плохого парня. Дело вкуса. И уже примерно 13 тысяч членов стрелковых клубов получили свои номерные жетоны для участия в состязаниях и оживлении истории Дикого Запада. Старый Запад походил на современность. Тогда тоже были хорошие времена и плохие времена, но нам кажется, что это была более благородная эпоха, более честная. И существовала она или нет на самом деле, уже неважно. Именно этого жаждут люди. И этапы застязания, ожидающие стрелков, отражают ту стилизованную киношную версию Старого Запада, на которой мы выросли. В этом году мы постарались воссоздать атмосферу вестернов с участием Джона Уэйна. Таких вестернов, как «Дилижанс», когда Дзюка везут в тюрьму, а он вынужден помогать защищать «Дилижанс» от разбойников, или «Настоящее мужество». В «Настоящее мужество» Джон Уэйн играл за бияку Кокбурна, и там была знаменитая сцена, когда он гнался за Недом Пеппером. Сейчас я убью тебя, Нед, или отведу в Форд Смит, где судья Паркер тебя повесит. Что предпочитаешь? Не слишком ли су... Доставай оружие, сукин сын! Доставай оружие, сукин сын! Итак, повторите выстрел Джона Уэйна по стальной мишени, или поиграйте в Эльдорадо, где жерифа изображает Роберт Митчем, а злодеи засели на колокольне миссии. Послушай, Булл, мы их слегка побеспокоим. Прикрой, а мы войдем. Готов? Давайте веселиться. На четвертом этапе вы будете веселиться подпиской электронного таймера. То же самое произойдет при ограблении поезда и взятии банка. Участники разбиты на несколько классов. Это Таттлер, или Тим Филбек, в обычной жизни, который пробивается к победе в общем зачете. Но победа не главная причина популярности этого спорта. Самое привлекательное — это ролевая игра и возможность продержаться до подхода кавалерии. Вы надеваете на себя чей-то образ, и теперь вы совершенно другой человек. Такой, каким хотите быть, каким себя видите. В вас просыпается ребенок, и лучше быть в душе ребенком, чем весь день наливаться пивом. Винтовка Шарпа калибра 45-70 Говенмент. Дальнобойное оружие равнин. Но что, если найти средства и стрелять таким патроном гораздо быстрее? Именно об этом мечтали англичане, подавляя восстание против своей империи в конце 19 века. Эти отставные военные, студенты и многие другие, но по выходным они становятся солдатами Гордонского Харренского полка. Они изображают шотландцев, а не англичан, но на службе у короны. И они настолько аутентичны, что выступали даже перед принцем Чарльзом и принимались в Британии как военные делегации, вместе с их винтовками Мартини Генри и пулеметами Гатлинга. Это регулярное пехотное подразделение, которое не раз за свою историю обращало захваченное оружие, будь то Гатлинги, пушки и прочее, против его бывших владельцев. Так что нет ничего необычного, если в какой-то момент вы увидите у горцев оружие, не положенное им по штату. Гатлинг образца 1874 года — американская модель. Вы можете пострелять из него по доллару за выстрел, что может войтись в 400 долларов за минуту. Практический темп непрерывной стрельбы составляет примерно 400 выстрелов в минуту при двух опытных заряжающих. Обычно горцы продают право на 10 или 20 выстрелов, чтобы собрать деньги на свои игры, в которых демонстрируют изменение тактики в 1879 году. В 1879 году появилось устройство планка наведения. Оно имело муфту, позволяющую наводчику опускать, поднимать и поворачивать ствол в стороны, как современному пулемёту на турели. Новейшее добавление к арсеналу горцев — казнозарядное орудие. Это одна из первых казнозарядных полностью металлических пушек, сделанная в 1891 году фирмой Груисенберг, малоизвестным производителем из Лейпцига. Это 50-мм полевая пушка, похожая на те, что применялись в египетскую кампанию. Она стреляла разрывными снарядами или картечью — 150 шариков 45-го калибра. Сегодня их заменяет картонная трубка. Картечка, как и гатлинги, применялась против атакующей пехоты и лимитерников. Винтовка Генри — начало будущей династии рычажных винтовок, созданных на фабрике Оливера Винчестера. Но сам Винчестер не мог предвидеть будущего, и его первая винтовка не пользовалась особым успехом. Поэтому оружие, которое принесет ему славу, он назвал чужим именем. Начало успеха винтовки Генри было заложено в 1855 году, когда успешный производитель рубашек Оливер Винчестер вложил деньги в уникальный пистолет «Вулкан», названный так за свою огневую мощь. К сожалению, в 1857 году непрактичная конструкция патрона привела к неудаче револьвера и разорению компании. В том же году Винчестер основал собственную компанию New Haven Arms и предложил Бенджамину, Тайлеру Генри, разработать винтовку, заимствовавшую идеей конструкции «Вулкана», включая копирование механики оружия, созданного тогда еще новичками Смитом и Вессоном. Результат был назван «Винтовка Генри», поскольку Винчестер опасался ставить свое имя на неопробованном продукте. Представленные публике в разгар Гражданской войны, магазинная винтовка Генри и ее новый металлический патрон 44-го калибра произвели большое впечатление на своих противников. Конфедераты прозвали ее «чертовым ружьем Янки», которое можно зарядить в воскресенье и стрелять всю неделю. Она вмещала 16 патронов и в этом отношении не имела себе равных. Однако федеральное правительство закупило лишь малое число винтовок Генри. Генералы посчитали, что столь емкий магазин приведет лишь к напрасной трате боеприпасов. Зато сами фронтовики охотно тратили свое месячное жалование на приобретение дополнительной огневой мощи. Чтобы быстро извлекать оружие, нужна не только проворность, но и правильная кобура. И Воп Манден расскажет нам о развитии кобуры. Кобура сыграла очень важную роль в освоении Запада. Особенно это касается кино. А кино подарило нам концепцию быстрого револьвера. Но кобура действительно помогла покорять Запад. Что бы мы ни думали по этому поводу. Особенно ковбойская. Настоящий ковбой надел бы вот такую кобуру. Она мобильна. С ней удобно садиться на коня, залезать куда-нибудь, сидеть на повозке. Весьма практичная кобура, но не позволяет быстро извлекать оружие. Смотрите, что получается. Она предназначена для безопасного ношения оружия, а не для дуэли. Эта кобура была сделана именно для выхватывания. И впервые мы увидели ее, конечно же, в кино. Арво Аджала первым в истории наладил выпуск выложенных сталью кобур. И когда я говорю кобура Арво, то имею в виду эту классическую. Это двойная кобура оригинал. Затем появились низковисящие кобуры Бускадеро с ремешками в нижней части. И сейчас мы сделаем то, чего не делали с другими кобурами. Мы ее привяжем. Она предназначена для того, чтобы вытащить револьвер, завести курок и выстрелить одной рукой методом большого пальца. Палец взводит курок еще до того, как оружие покидает кобуру. Только так можно добиться скорости. Если совместить такой метод и эту кобуру, получается вот что. Многие не понимают, насколько быстро можно взводить револьвер в такой кобуре. В кино такого не показывают. Это слишком быстро. Эта кобура очень похожа на ту, что я только что показывал. Одно отличие. Вернее, два. Мы подтянули ее повыше. Ею можно пользоваться одной рукой или обеими. Но для скорости я буду действовать обеими руками по методу веер. Правой рукой захватываем оружие, нажимаем на спуск и достаем револьвер. Левая рука двигается навстречу и взводит курок. Выглядит это так. Мы подумали, что тот же подход можно реализовать в кобуре для автоматического пистолета. Берем низкую кобуру, но теперь в ней автоматический пистолет 45-го калибра. И можно быстро доставать оружие и стрелять вот так. Скажите, это давно в прошлом. Такие трюки делали в 50-х годах. Но так же начинается и боевая перестрелка. Это была магия оружия и Джим Скоттон. До встречи. Не забывайте о безопасности и берите в десятку.